всем привет в компактной упаковке это не мультиметр это настоящий сверлильный станок в данном ролике посмотрим как она будет сверлить проверим его на точность мини станок или так сказать микро станок в комплекте поставки первые встречают руководство пользователя на английском языке всего пару страниц основание станка имеет ощутимый вес так как сделано из чугуна судя по поверхности очень качественное литье ручка такая хлипкая маленькая длина примерно 11 сантиметров и стержень сечением примерно 7 миллиметров в комплекте переходник под нашей розетки лучше конечно сразу нормальная вилка еще в качестве запаски полиуретановый ремень в сборе голова станка ощущается чуть тяжелее чем само основание так как сделано из алюминиевого сплава в качестве стойки использована тонкостенная труба толщиной чуть менее двух миллиметров и она еще начинает ржаветь диаметр примерно 32 миллиметра и самое главное прошу обратить внимание на крепление головы к стойке есть точно такие станки с одним креплением и недорезанным вот этой прорезью которые потом мастера сами допиливают и этот участок на других станках имеет более короткий размер соответственно менее надежные и менее качественное крепление к стойке верхняя крышка станка это пластик есть конечно и небольшие зазоры сверху также расположено вентиляционное отверстие в данной модели предоставляется на выбор сразу три модификации первая модель может сверлить от 1 миллиметра до 10 миллиметров но как видим у него обороты поскромнее да и точность будет пониже вторая модификация имеет патрон меньшего размера соответственно зажимает тоже от 0,6 миллиметров до 6 миллиметров но при этом скорость шпинделя уже намного больше и третий вариант на мой взгляд это более точный аппарат но при этом еще компактнее и сверла также может зажимать меньшего диаметра поэтому все учитывайте при выборе работает от сети 220 частота 50 герц и достаточно высокая мощность в 340 ватт линейка измерения глубины также нужно зафиксировать шестигранником выставы его предварительное значение 0 посадка конуса здесь идет по стандарту by 10 то касается включения тумблер работает прекрасно а вот регулятор плавность мне не очень нравится как она крутится в данном компактном регуляторы можем видеть два клеммника само регулировочное колесо в качестве потенциометра и всего один голый транзистор голый потому что не прикреплен к радиатору соответственно данный станок не надо крутить на низких оборотах под нагрузкой сколько это приведет очень быстрому выходу из строя вот этого транзистора топ станок на столе не качался лучше стойку чуть приподнять на миллиметр от плоскости основания в сборе станок очень маленький заодно к станку взял еще вот такие тиски струбцины тоже сплав алюминия очень легкие и как видим ребреные снизу идет борьба за каждый грамм веса с китая похоже что они сделаны специально для этого станка поскольку идеально сходятся пазы при закручивании ручки начались танцы с бубном очень мягкая сталь видим во что превратилась пришлось заново нормально отрезать резьбу благо под рукой оказался соответствующий метчик а для восстановления резьбы на ручке к сожалению под рукой не оказалось плашки пришлось пришлось чуть чуть отрезать ручку еще такой интересный момент обратите внимание на вот этот винт под крестовую отвертку который держит втулку под пиноль втулка труба по которому бегает пиноль тоже примерно сечением в 2 миллиметра толщиной стенка ну это конечно лучше чем будет тереться сталь об алюминий пиноль при максимально вытянутом положении не имеет никакого лифта вернее не ощущается опасный для жизни момент почему производитель не обратил на это внимание непонятно смотрите как организовано куда идет вот этот провод высоковольтные она постоянно терется на металлический корпус станка даже уже заметно что провод протерлась поэтому прежде чем пользоваться с данным станком приведите его в порядок буду вечер сюда силиконовый шланг для дополнительной изоляции а лучше всего буду чуть попозже переделывать под низковольтный двигатель безопасным для человека напряжением все-таки культура производства на станках проксона гораздо выше чем на этих китайских даже вот этот шкив смотрим насколько она гуляет не нравится мне вот этот механизм который будет постоянно тереться таким путем китайцы пошли именно для того чтобы сделать максимально дешевый станок на нормальных станках никогда двигатель не двигается вместе с пинолью поэтому раз уже взяли есть смысл дорабатывать этот станок первое включение смотрим плавный пуск на минимальном положении перестает крутиться начинает гудеть нельзя так долго держать как уже ранее говорил может полететь транзистор хорошая плавная регулировка для первого эксперимента будем зажимать мелкое сверло будем пробовать сверлить четко сверлить на нем скажу вам это одно удовольствие теперь будем проверять станочек на биение для этого в качестве поверочной скалки будем закреплять шлифованную до зеркала фрезу и как можем видеть вполне себе неплохой результат биение всего 3 сотки для работы с быстрорезами это еще приемлемый результат и несмотря на все его плюсы и минусы станочек получился реально очень даже неплохой а для тех кто хочет посмотреть настоящие мы готовим новое видео по восстановлению старого советского 2 м 112 это легенда советского союза пока что заняты чистка и убираем старую краску ржавчину готовым станочек под покраску в качестве долговечного покрытия будем наносить вот такой мощный защитный слой на основе бронятора этой краской сегодня модно красят дорогие машины соответственно будем пробовать смотреть что получится если сравнить образно пиноли то можем видеть насколько большая разница почти зеркальная поверхность на советской пиноли спасибо за просмотр продолжение следует следует... следует... Продолжение следует...